здравствуйте эдуард добрый день видите вас в нашей программе интервью россия 24 и не могу не задать вопрос впервые ли вы в нашей республике надолго ли приехали с кем я первый раз в республике часто проезжал был в командировках мимо вашей прекрасной республики вот первый раз приехал к вам гости по приглашению статьи главы республики рашид брюс пич а огромным спасибо он давно назвал и я приехал семьей вместе с супругой татьяной петровой она ведущая программы весе дежурная часть россии 24 я начальник вот она подчиненным так вот то ли повезло то ли не повезло не знаю но так вот работаем уже а вы нам расскажите по иного десятилетий не мешает ли работа нет не мешает конечно это самый верный преданный человек в команде это всегда хорошо когда есть близкий человек точно глупости не допустит в эфире и не совершили каких-то ошибок поэтому конечно супруга надежный человек в команде что касается нашего визита мы вот приехали там всей семьей еще раз татьяна сын никита который закончил первый курс мгтубанки и полина дуарна которая исполнилась вчера 22 числа в день российского флага 10 лет и мы как раз отметили это событие в архизе не дарина и да да и время надо такую же большую даму так что у дочки вот 10 лет он думаю запомнит на всю жизнь поездку к черт в архиз замечательное место так что мы походили погуляли посмотрели здесь то место где нужно отдыхать очень комфортно удобно и приятно очень приятно слышать эти слова в адрес нашего курорта скажите чем все же запомнился вам архиз где вы побывали мы конечно же начали объезд курорта с посещением различных там интерес интересных мест но в том числе конечно мы поднялись на южную высоту и на северную на северной были два раза так нам понравилось поэтому мы на северную высоту поднимались два раза впечатление конечно очень много я хочу сказать абсолютно конечно картинка для съемок кино фильмов и красивых стендапов и миду для себя понял что если что-то будем снимать расследование в кчр то мы знаем где поехать и снять красивые планы такие вот очень именно телевизионные для картинки где можно записать хорошие стендапы и на красивом фоне настоящем фоне не искусственным студийным а именно настоящем фоне поэтому хочу сказать что горы нас поразили абсолютно к чр на все сто процентов конечно сейчас но многие все беспокоятся по поводу у нас как мы там пережили пожар я говорю но пожар не у нас это в другом месте до соседнем но люди не понимают конечно в общем к чр к чр поэтому для всех в общем конечно еще нет понятия где прекрасные горы архиза где приходит прекрасные горы в другом городном месте поэтому пока еще народ не очень понимает поэтому я надеюсь что и наши рекламы семьи позволит многим побывать в вашем регионе в отеле замечательным хочу сказать что там очень много семейных пар и люди конечно проводят время с большим большим удовольствием что не напрягает не напрягает конечно не толпы людей нет абсолютно каких-то таких больших скоплений групп туристов что раздражает других субъектах и абсолютно все очень чистое новое везде все строится может быть кого-то раздражает стройка в архизе но я хочу сказать что это здорово потому что курорт развивается это значит будут новые комфортные места проживания для туристов особенно понимаем многие отели готовятся уже на зимний коем на зимний сезон и я думаю что может быть если так получится мы хотели бы конечно посмотреть как выглядит архиз зимой это зимняя сказка вы опередили я хотела бы задать это вопрос да но не да еще тем более многие фунику фуникулеры там например на южном склоне уже достраиваются там еще ветки новые появятся куда можно подняться посмотреть вот поэтому хочу сказать что под большим впечатлением абсолютно как вот сказал глава республики нужно здесь отключиться подзарядиться набраться сил но так и есть связь но мтс там билайн плохо работает слава тебе господи вот поэтому никто не звонит никто не пишет о происшествиях мы теперь узнаем с опозданием только из выпуска программ вести дежурная часть в эфире когда вечером смотрим большое спасибо моим коллегам моим сотрудникам которые в общем знаю что шеф находится без связи выполняет свой долг профессионально так вам получилось отключиться отключиться до без связи но без связи конечно равно напряжение у вас такая программа которая требует постоянного внимания контроля да поэтому когда выпадаешь на какое-то время без связи немножко некомфортно чувствуешь но потом более-менее когда уже вся сообщение прошли все погрузился опять в происшествии понимаешь где пожары здесь опять кого-то убили здесь кого-то посадили избрали меру пресечения и так далее обыски провели у сотрудников сина изъяли много там денег паспортов машина так далее тому подобное что в общем хоть и я в отпуске но работа на самом деле двигается все работают абсолютно на все сто процентов выкладывать так что огромное огромное спасибо московским моим сотрудникам которым пока я здесь в архизе кчер они работают с этим у меня наверно первый отпуск за последние годы когда я могу наверное вот так вот неделю провести здесь мы даже неделю шесть дней мы здесь до понедельника короче отпуск да да ну вот но сложно внимания программа большое спасибо что и борис отпустил конечно сейчас очень непростая ситуация конечно и на моей родине я родился в курске поэтому конечно переживая за те события которые происходят в курском регионе очень да очень и спасибо огромное кстати главе республики который организовал помощь курянам уже несколько таких караванов были отправлены в курск мы это все это очень ценю но курске люди очень благодарны и в общем и все помнят как и плохое так и хорошие вот поэтому все кто приехал на помощь курянам это здорово и вам спасибо огромное смотрю у вас на канале очень часто идут и фильмы и материалы посвященные специальной военной операции это очень важно вы не забываете да рассказываете о воинах рассказываете о том как им помогает местные власти что они не брошены в случае если люди получили ранения и семья не брошена если погиб конечно такой печальность историка происходит но главное чтобы местные власти не забывали именно родных и близких и особенно детей вдов чтобы им пережить эту трагедию было внимание поэтому огромное спасибо ну а вот мы переживаем за нашу курскую дугу нам надеюсь все кто в курск приходил особенно в сорок третьем году кстати сегодня годовщина окончания курской битвы вот именно в этот день все закончилось и фашист обломали зубы на курской дуге надеюсь выродки которые ворвались в мирные поселки города где просто издевались над местным населением расстреливали дома все что построили люди уничтожили буквально за две недели ну что могу сказать гестаповские практически немецкие такие вот войска еще раз вошли в курскую область и пытались прорваться на курчатовскую с очень сильно переживают и местное население люди по поводу цвета атаки но надеюсь сейчас мы соберемся к обычно русские долги русской русской человек долго запрягает но быстро отвечает надеюсь мы сейчас подготовимся и нанесем мощный удар по всем этим негодяям вернемся в нашу республику расскажите пожалуйста о гостеприимстве кавказ все же немного другой так ли это и национальные блюда какие больше понравились слушайте ну конечно здесь особенное отношение к людям гостям мы себя очень комфортно чувствуем ну приходится где-то конечно общаться и здороваться с нашими телезрителями которые узнают и делать фотографии на ходу что касается кухни да здесь все хорошо мясные изделия самые вкусные дети вот мы ели там и баранину и всякие вот очень мясные изделия нам готовили отдельно даже угощали в ресторане поэтому хочу сказать что я столько мяса нигде за свое время не ел но здесь мясо волшебно качество приготовления высокого кассово без всяких добавок это точно добавок да и впервые наверное если я по стране катаюсь приходится подстраиваться под кухню и начинать на второй день пить рейни или что-нибудь для погашения кислотности в желудке там лепить другие препараты то здесь я абсолютно без каких-то таблеток спокойно питаюсь очень вкусная еда детям нравится сын ест полина полюбила почему-то не знаю но это конечно не ваше блюдо но очень похоже там на ваши фирменные подскажите как хачаный да хачаный да вот так что в общем мы так познаем вашу прекрасную республику наслаждаемся прекрасной погодой здесь днем подогревает в архизе вечером охлаждает то есть на улице кондиционер работает я понимаю что в столице республики жарковато здесь очень да очень-очень в этот прямо когда эти как прям в ташкенте у вас температуру а у нас в архизе пока мы там находимся очень-очень даже хорошо вечером просто отличный холод прямо включается кондиционер но одним солнышко греет и в общем хорошее настроение так что мы побывали везде вчера посмотрели телескоп принялись на высоту 2 с лишним километров изучили работу прекрасных научных фанатов и сотрудников до этой института конечно и они гордятся тем что было построено в советское время и то что еще все это работает и огромное количество туристов я удивился что поток в общем одна группа ушла другая пришла и огромное количество туристов но казалось бы в рабочий день да ну что поразило еще наверное вот в самом это село же архиз до села архиз поселок поселок да немножко поразило то что конечно беспорядочная езда на всяких мото на этих мото квадроциклах и так далее таких вот обычным больших аппаратах да люди конечно выезжают на трассу федеральную катаются в общем без шлемов без кассы конечно мне кажется надо безопасность соблюдать не попасть в программу вашу да да в нашу или вашу вашу прекрасный филиал нашей весь дежурный часть кчр да и ваша замечательная ведущая которая всегда очень эмоционально передает новости из вашей республики на всю страну кстати хочу сказать что когда мы показываем анонсы и выпуски а мы предлагаем еще сейчас вам не только анонсы делать но еще внутри делать какие-то репортажи показывает ваш ваши новости смотрит от калининград до камчатка до камчатки вся страна да ну еще и конечно люди которые смотрят нас во всем мире через интернет и так далее и тому подобное рейтинг дежурной части правой программ очень высокий поэтому конечно наша аудитория постоянная она нас не бросает людей в погонах много родственников людей которые служат тоже много много людей которые сидят в колониях или в сизо сожалению там нет угла невозможно определить какой рейтинг у нас в колониях и в следственных изоляторах думаю что стопроцентный потому что там постоянные зрители которые не пропускают наши выпуски это основная масса зрителей как раз они про себя и про своих коллег в кавычках смотрят находясь в следственных изоляторах или в колониях вот не скучно все время день держит в напряжении ваша программа да если в планах поменять что-то а поменять менять все время на самом деле мы меняемся и на самом мы стараемся конечно поменьше показывать страшилок хотя жизнь и новости обычные добавляют больше страшилок чем мы правой редакции если раньше к нам относились как криминальным журналистам то я пытаюсь выжигать это понятие не должно быть никого понимать криминальный репортер ну что служит какой-то банде что ли криминальный репортер криминальный секретарь криминальный журналист не надо так нас оскорблять и называйте мы журналисты именно правового вещания право мы освещаем рассказываем правые новости и рассказываем людям как нужно бороться с мошенниками вот мошенников про мошенников вот сколько мы не рассказывали я уже работал почти 30 лет бесполезно нашим гражданам россии объяснить что не надо общаться с мошенниками отвечать незнакомые звонки то есть русский человек очень любопытен ему важны и интересно позвонить перезвонить а там мошенники но не надо отвечать на незнакомые звонки не надо переводить деньги не надо верить то что он позвонил сотрудник фсб нвд генеральной прокуратуры прислал свое удостоверение и так далее ни один настоящий сотрудник спецслужб вам свое удостоверение никогда не пришлет запомните и никогда не верьте но и главное если там попали в беду там ваши родственники знакомы перезвоните вот недавно например а почему недавно находясь в архазе мне раздается звонок дата чем письмо и звонок на телефон пишет мне директор в син аркадий гостью добрый день здравствуйте эдуард викторович как вы поживаете можете связаться с нами я понимаю что это явно не директоров сим гостев потому что во первых добрый день эдуард ища бы там написал может быть привет эдуард как дела потому что мы знали им подказать теперь будут писать привет привет они уже все не будут писать мы решили проверить уже там номер посмотрим кто пытался нас как-то так развести вот я вот тут же перезвонил директору гостеву и сказал 40 санч ваш ваши имя используют мошенники уже вовсю надо как-то подключить служб безопасности и начинать выявлять этих мошенников которые от вашего имени пишут звонят даже мне то есть набрались наглости понимаю видимо в телеграм-канале кто я конечно важно очень еще везде проставить закрыть всякие функции там на только контакты отключить все звонки и тогда это подобно человек по ссылкам посылкам не переходи ни коем случае да будьте бдительны и так далее поэтому мошенники очень наглые пытаются звонить всем людям ну конечно еще и сейчас очень важная проблема подмена голосов когда от имени ваших руководителей звонят и просят там перевести деньги тоже не надо никому верить все все на перезвонит в общем я не договорил перезвонил директору син гостьеву он сказал что удивился что от его имени там рассылает сообщение ну будьте бдительны и внимательны тем более знаю что например большие руководители силы силовики они не пользуются никакими гаджетами запрещено пользоваться айфонами там самсунгами так далее то есть этими аппаратами им запрещено пользоваться поэтому у них как правило или спецсвязь или кнопочные телефоны которые никак не связаны не с телеграм-каналом не с вотсапом ни с чем поэтому надо понимать что большие люди как староверы пользуются обычными кнопочными телефонами со временем видимо и мы перейдем на эти кнопочные телефоны потому что так понимаю ватсап у нас уже плохо работает youtube у нас тоже плохо работает поэтому враги сейчас не могут вещать и рассказывать о своих победах там на курском направлении в кавычках вот и теряет большие деньги возможно наверное будет замедление работы еще и телеграм-канала в ближайшее время но я для чего об этом говорю на самом деле конечно возможно мы к этому ко всем ко всему привыкли но владельцы этих приложений должны все-таки сотрудничать и с правоохранительными органами и если вы работали территории россии надо подчиняться требованиям закону россии если наши там суды просят заблокировать мошенников надо заблокировать телеграм-каналы если не просят передать данные этих мошенников преступников то тоже нужно передавать сообщение к сожалению в этом направлении количество преступлений уменьшается статистика не не утешительно первом месте у нас конечно да на первом месте да вот недавно был полугодовой учет и об этом говорили и как бы мы не вещали не говорили в разных телеграм-каналах соцсетях все равно продолжают отвечать и продолжают попадаться на удочку до люди как к сожалению да потому что народ нас доверчивый пожалуйста перезванивайте не пишите не звоните интересуйтесь позвонил неизвестный человек заблокировали все не отвечайте на звонки будьте бдительны потому что вокруг мошенники последний пару телеграм-каналов на самом деле остаться анонимным сейчас быть пользователем и всякие гадости писать телеграм-каналов очень очень сложно везде в каждом субъекте мвд есть такое подразделение бстм бюро специальных технических мероприятий мвд который выявляет владельцев телеграм-каналов находит и привлекает к уголовной ответственности и сейчас надо понимать что просто анонимом и остаться неизвестным человеком занимаясь преступными деяниями очень сложно особенно в наше время когда работают спецслужбы спасибо эдуард за беседу она получилась не только интересной но и познавательным очень интересно было послушать вас и ждем вас в следующий раз в нашем уже зимой замечательном до замечательном месте замечательном регионе зимой да в зимнюю сказку спасибо огромное спасибо спасибо